Всем привет дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Азар Бабай и мы продолжаем проходить игру Ведьмак. Итак, мы побывали у детектива нашего, он предлагает нам сходить к могиле и порасспрашивать его, так как он пытался нас убить, надо будет выяснить, что он замышляет. Так, ну где могила мы знаем, да, где-то вот здесь по-моему находится. Пехотинец ордена. Ладно, пока не будем отвлекаться. О, вот Кармен, давайте к ней. Как же это будет? У нас есть 200 орденов для тебя, если ты не захочешь получить награду другим способом. Да, ну, я лучше деньги возьму. Хватит играть, я беру золото. Как пожелаешь, 200 орденов. Спасибо. Мы благодарны тебе. У шлюх тоже есть понятие чести, знаешь ли. Я расскажу девочкам, что ты для них сделал. Они предоставят тебе значительную скидку. Ну, спасибо. Так, это задание выполнили. Рада тебя видеть. Меня интересуют не совсем обычные развлечения. Некоторые клиенты любят, чтобы с ними параллельно играли в кости. Как тебе такая идея? Пожалуй, не сейчас. Рада тебя видеть. Ага, мы с тобой можем сыграть в кости. Но как-то я не хочу. В Изиме работает много таких, как ты? Очень много. Но я самая красивая. Без сомнения. Рада тебя видеть. До встречи. Так, ладно, хорошо. У нас сейчас... Ага, я могу с ней сыграть. Но я играть с ней пока не хочу. Давайте сходим к этому могиле. Надо найти способ избавиться от этих болван. В чем дело? Что ты ищешь? Уже ухожу. А как от них избавиться? В чем дело? Что ты ищешь? Уже ухожу. Угу. Просто так не избавишься. Кто там в темноте? Дайте мне спокойно дожить до утра. Там за углом. Там кто-то есть. Господи, наверное, опять эти чудовища. Дверь. Давайте зайдем сюда. Как же от них избавиться-то, от этих охранников? Тут у нас только бандит. Сплошные бандиты. Тут у нас еда. Еда. Куртизанка. Бочка-бочка с какой стороны? Наверное, с той. Это у нас дверь наверх. Я бы сама заплатила, только чтобы провести с тобой ночь. Мне нравятся перчатки тебе. Ну, а у меня больше ничего нет. Я могу только булочку тебе дать. Из такого драгоценного. Ну, ладно, раз ты не хочешь, так не хочешь. Что у нас тут наверху? Еще какая-то дверь. Заперто. А сюда? Тоже заперто. Да что ж везде заперто-то? Ладно, выходим. Ну, давайте сыграем с ней в Косте. Рада тебя видеть. Ух ты, нифига у нее. Нет, я повышать не буду. Может, получится. Проиграли. Конечно. Еще раз. У нее фулл хаос. Нифига себе. Ну, ладно. Так. Два, три, четыре. Ну, давайте какую-нибудь, может, пятерка получится. Нет, нифига. Ладно, проиграли. Рада тебя видеть. Сыграем еще раз. Так, пара, пара. Так, два, три, пять, шесть. Ну, хоть бы четверка выпала. Давай, четыре. Та, чтоб тебя. Не ведет мне в Косте. У меня ничего. У меня ничего нет. Блин. Так. Два... Мне троечка нужна. Ну, давай, троечку. Давай, троечку. Есть. Молодец. Интересно, что у нее выйдет. Отлично. Мы выиграли. Следующий финальный раунд. Так, у меня сет, у нее тоже сет. У нее только есть двойка, у меня есть единичек. Блин. Вот это жопа. Так, ладно. Пробуем бросать вот эти. Эх, выиграла. Да. Еще раз. Рада тебя видеть. Так, у нас... У нее пар, у меня пар, да? Ну, что б тебе. Почему ты никогда не выигрываешь, Геральт? Ты кости бросать не умеешь, что ли? Е-мое. Вообще всякая фигня. Пара, блин. С чего пара-то состоит? Офигею. Так, ладно, бросай. Лузер. Две пары. Но это ничего не значит. Проиграл. Фу, не буду я играть с тобой. Ты не умеешь играть. Так. Ну, давайте к трактирщику зайдем, что ли. Так, бандит, бандит. Путешественник. Официантка. Что подать? Что тут интересного в округе происходит? Немногое. Некоторые парни дерутся между собой. Остальные ставят на победителя. Иногда колотят посетителей. В общем, скучно. Что мы можем тебе продать? Так, давайте... Так, алкогическая паста, внутреннее сало, гусиный жир. Алкоголь, наверное, я тебе продам. Так, что у нас здесь. Средние крепости. Тоже можно продать. Давайте еду тоже понапродаем. Вот у нас леет слишком много. Сушеные фрукты. Сахарная кукла. Ух ты, пять за единичку. Нифига. 25 аренов. Еду еще насобираем. Так что это не так страшно. Одну и клубничку можно продать. Хорошо, остальное нам больше не надо. Что подать? Давай проверим твою кровать. Хм, да я пошатила. Мой парень мне голову открутит, если я с тобой пойду. А у тебя что отвертит, я даже представить себе боюсь. Может, все-таки рискнем? Нет, он меня так поколотил недавно, что я зуб на пол выплюнула. Пока. Так, давайте к трактирщику. Черт, опять проиграл. Ладно, чего ты хочешь? Шмотки свои тут оставить. Это у нас тут что? Все, что читал, все бы убрать бы. Может, тоже читали. Полевые растения. Подземные растения. А это у нас минералы, да? А, вот еще, да, у нас книга поцелуя. Тоже можно избавиться от нее. Все. Все. Это хорошо. Так, у нас, в принципе, что сейчас уже утро. Мы можем и с садовником поговорить, да, и с могильщиком. Заберем свои деньжата. Так, нам сначала надо тогда вот сюда, да? Как от этих вышибал избавиться? Драться, что ли, только с ними? Давайте поговорим. Наша жизнь принадлежит ордену. Ого, как у вас все серьезно. Что? Что? Чего вам надо? Я пришел по объявлению. Да? У меня тут шесть кувшинов собачьего сала. Все больше и больше этих шавок. Я салом дерево натираю для гробов. Вот твои деньги. Почему кладбище закрыто? Потому что мертвые вылезают из своих нор и отказываются покоиться с миром. Пошутил я. Не бойся. Они остаются в могилах, пока светит солнце. Но кто-нибудь должен навести порядок. Так, даже здесь по вечерам небезопасно. В конце концов, пообещают какую-то награду. Но пока что это никого не волнует. Ну, когда будет вознаграждение, я возьмусь. А пока пусть будет как есть. Бывай. Ну, ну, герой. Думаешь, легко упокоить беспокойного мертвеца? Делай, что хочешь. Может, тебя капитан стражи наградит. Не лишний будет проверить. Что? Чего вам надо? Я что, могу им что-то подарить? Сто аренов получили. Да не хочу им как-то ничего дарить. Мне нечего. Так что не будем. К садовнику тогда идем. Смотри, как они красиво растут. Замечательно, но меня больше интересуют мечи. Серебряные. А я знал, что кто-то из вас рано или поздно придет. Ты проиграл его в кости, так ведь? Я был совершенно уверен, что выиграю. Берегись того шулера, он крепко играет. Рассказывай, где ты добыл этот меч? Пять лет назад была большая драка под Бренной, недалеко отсюда. Коротко говоря, наши показали нильфгардцам, где раки зимуют. Только поэтому мы до сих пор не считаемся провинцией империи. Так ты захватил меч во время битвы? Точно. Он принадлежал ведьмаку Кайону. Я с ним повстречался во время войны. Отличный парень. Мало таких. Только не слишком разговорчивый такой. Как и большинство из нас. Я ему дал слово, что меч попадет в руки другого ведьмака. Когда он лежал и помирал, все шептал что-то про зубы и предназначений. Единственный из всех, кого я знал, смеялся над собственной смертью. А ты проиграл его в карты. Я его хранил пять лет. Я уж надежду потерял, что смогу вернуть его кому-то из вашей гильдии. Если хочешь еще чего узнать... Шани тоже его видела. Кайона. Теперь она в госпитале работает. Спасибо за помощь. Удачи тебе на пути. Расскажи мне о своей жизни наемника. С удовольствием. Но я очень проголодался. Принеси мне чего-нибудь перекусить, и мы поговорим. Ты не боишься чумы? Мой сад приносит радость тем, чей конец близок. Когда Милители решит, что мой час пришел, я уйду с радостью. Счастливо оставаться. С Шаней надо поговорить, да? И еду добыть. Всю еду мы продали. Так, а Шаня, наверное, у нас все-таки здесь. Ой, это не сюда. Должна же быть в лечебнице она. По идее-то. Медсестра. Мои легкие. Тут собака с печенью в зубах не пробегала? Чума ужасна. Я молюсь Милители каждый день, чтобы она даровала мне силы. Так, а где же тут Шаня-то искать? Должна быть, по идее, здесь. Совсем нет сил. Так, это уже увезли. Куда-то. Тут послушница. Странно. А где же мне тут Шаня найти-то? Ладно, выходим. Надо поговорить с Шаней. Ага, вот она. Дом Шани, оказывается. У нас здесь есть дом Шани. Наказание Божье, это дождь. Ну и льет. В чем дело? Что-то хотели? Откуда у тебя молоко? Сейчас карантин, и я нигде не видел ни одной коровы. Хм, ты прав. Но я долго жил за городом, и у меня есть свои секреты. Угу. Вот у тебя-то я могу, в принципе, купить еду, но надо ли мне ее покупать? Я, в принципе-то, ее могу, наверное, и собрать. Так что мы идем к Шане. Немного не туда пошли, ну да ладно. В дверь можем зайти. Не можем зайти. Карантин будет длиться до тех пор, пока сырепствует чума. Ох, что значит. Чего он хочет? Не стой там с открытым ртом. Скажи что-нибудь. Я пришел к Шане. Тебя из лечебницы прислали. Очень на то похоже. Вид у тебя болезненный. Тебя, верно, боги наказать захотели. Да, я из лечебницы. Тогда поднимайся наверх. Только девушку не замай. Так. Место дом Шани в дневнике. Но сначала мы тут все обыщем. Вот, еда есть. Еще. О, куча еды. Я же говорю, еда тут везде валяется. Это у нас что? Бабулины огурчики и сало. Класс, класс. Это интересно, вкусно. Бабулины огурчики и сало. Бабулина настойка. Так, о, еще собачье сало. Блин. Ну, уже оно не надо. Здесь только он будет покупать. Оба-на, книга. Бабулин дневник. Ха-ха-ха. Ну-ка, ну-ка, давайте почитаем. Бабулин дневник. Ха-ха. Того монстра заборет. Ай, ладно. Так, что-то у нас еще есть. Еще два шкафа. Тебя что, мама твоя не учила? Что нельзя беспокоить других, когда они заняты? Она бы себе никогда не простила, если бы знала, какого монстра вырастила. Но... Это из-за дневника? Это, блин, из-за дневника? Меня вытарили? Не припоминаю, чтобы я тебя приглашала. Но все равно заходи, коли пришел. Все равно других гостей нет. Но я пришел к Шане. Убирайся. Врываешься в мой дом. Никакого уважения к старости. Чем я заслужила это на старости лет? Блин. Точно из-за дневника. Вот, вот жопа, а. Ладно, пробуем еще раз. Какая строгая бабулька. Что за времена настали? Конец уж видно близко. Раз уж такие, как ты, по земле ходят, то точно. Не принимай близко к сердцу ничего личного. Я пришел к Шане. Белый хлад приходит, костями чую. Ну что ты-то знаешь, сынок? Ты-то не знаешь, каково это. Жить в холодном доме на старости лет. А, давайте отдадим мне этот дневничок. Убирайся. Врываешься в мой дом. Да что ж такое-то, а? Я зайду в этот дом или нет? В конце до концов. Ну, тут-то квест какой-то. Чего он хочет? Не стой там с открытым ртом. А-а-а. Шане тут живет? Живет, живет. Ну, она... У меня с ней назначена встреча. Тебя что, мама твоя не учил? Но... Вот ты, блин, а. Какая злобная бабуля. Пусти меня. Да что ж такое. Не припом... Гостей. День рождения у меня. Что ты мне принес, родни? Золотые перчаточки. Золотых нет, есть розовые. Подойдут? Убирайся. Врываешься в мой дом. Но... Вот блин, а. Ммм... А я даже не знаю, что мне делать, а. Офигеть. Меня вытурили с дома. Ах. Так. Ладно. Да. Скверный характер. Это точно. Попробуем еще раз. Я пришел к... Занята она. У меня с ней назна... Тебя что? Нет. Все-таки нет. Все-таки нет. Ей нужны золотые какие-то рукавицы. Где мне их взять? Так. Может тут какой-то есть тип антиквара? А дождь и прям разошелся. Крикштейна. Лодочник какой-то. Что такое? Чем могу вам помочь? Какой прок от твоего товара? Ну, если тебе самому не нужны украшения, то как же наши милые дамы? Это прекрасный подарок. Затрата вернется старицей. Это я гарантирую. Ну-ка, покажи, что у тебя есть. Вот они. Золотые женские перчатки. Сто оринов. А вот эти двадцать. Блин, все за сто. Все за сто. Ну, да ладно. Так, эти мне по-любому надо купить будет. И, в принципе, все, да? Все. Снова пробуем. Перестаньте. Чего он? Шанит тут. Живет. Отойди. Убирано. Так. Мне нужен диалог с гостями и с подарком. Не. Гостей. День рождения. Наверх, мой принц. Иди наверх. Фу, блин. Шкаф я могу быстро насмотреть. А, тут все равно ничего интересного нет. Пока он тут не передумал, давайте наверх быстро забежим. Буфет, шкаф. Так, еще один шкаф. Тут факел. Факел нам не нужен. Ух ты. Шмотки можно будет продать. Это лестница вниз. Геральт? Вау. Как ты меня нашел? Ты же сказала, что остаешься в Изиме. Да, точно. Я работаю в лечебнице. Повши в работе. Я не хотел тебе мешать. Как ты пробрался мимо старой корги? Что? Ты имеешь в виду эту милую старушку внизу? Милую? Да она превратила мою жизнь в ад. Девочки в твоем возрасте должны быть замужем, сидеть дома, штопать носки своим добропорядочным мужьям. Без сомнений, именно так она и думает. Ну, ты хотя бы платишь мало, надеюсь. Ну, по крайней мере, плачу мало. Доктора в Тимирии получают гроши. Большинство разъехалось. А ты осталась. Надо же было кому-то остаться. Ладно. Геральт, нам нужно поговорить. В чем дело? В лечебнице была драка, погибли люди. Почему у меня такое ощущение, что ты в этом замешан? Геральт, изволь объясниться. Я хотел допросить заключенного. Несколько громил попытались нас прервать, и, увы, это их тела потом обнаружила стража. Мне это не нравится. Но я тебе расскажу то, что случайно услышала. Заключенного собираются переводить в безопасное место. Надеюсь, это тебе поможет. Шани, спасибо тебе за понимание и помощь. Просто нужно за тобой приглядывать. Привет, Шани. Я хочу с тобой поговорить. Конечно, в чем дело? Иногда мне снится битва, прибренье, резня. Наша палатка, кровь, крики. Одно и то же. И каждый раз иначе. Ужасно. И знаешь, что хуже всего. Я просыпаюсь отдохнувши, и меня все это не беспокоит. Кажется, я привыкла к страданиям, как будто что-то внутри сломалось, понимаешь? Понимаю. Спасибо, Геральт. Хорошо иногда поделиться с кем-нибудь своими мыслями. Не стоит благодарности. А, может, мы кроватку опробуем? Да? У меня есть проблема. Да? Я слышал, что ты видела Коэна. Да? А откуда ты знаешь? Я нашел его меч. Я только знаю, что он умер во время битвы при Брэнне. На моем операционном столе. Ты была медиком при Брэнне? Я работала вместе с хирургом по имени Русти. Лучший доктор, которого я знала. Ты его знала? Он умер, когда началась эпидемия чумы Катрионы в Мориборе. Он был низушком, но оперировал как бог. И казалось, что все настолько просто. Красное к красному, желтое к желтому, белое к белому, и все будет в порядке. Ах, ты все равно не поймешь. Извини, Шани, я его не знал. Можешь что-нибудь сказать про этот меч? Нет, но сходи к краснолюду по имени Золтан Хивай. Он знает о мечах все. Угу. Да? Привет, Шани. Я хочу с тобой поговорить. Извини, у меня важные дела. Поговорим в другой раз. Так, ладно. Где же тогда мне этого Золтана искать? Лечебницу. Так. Ага, Золтан должен быть здесь. Ну, давайте зайдем к Золтану. Только по пути, наверное, сначала продадим шмотки. Что такое? Чем могу вам помочь? Пойду к воротам замка. Вот там уже продается отличный хлеб. Ну ладно, пусть будет десять. Так. Травница. Травы, притирание, цветы для дам. Приветствую. Что-то ты бледноват. У меня есть лекарство, которое тебя вмиг исцелит. Давай, посмотри. У меня вполне разумные цены. Где ты собираешь травы? Если я это разболтаю, мне милостыню просить придется. И уж я точно не получу новую шаль. Выбирай, чего хочешь. И не крути, красавчик. Блин, я только что продал шаль. Жалко. Жалко. Так, что у нас тут по книгам? Это мы уже читали. Это тоже мы читали. Так что мне этого не надо. А вот шаль. Ладно, я запомню, что тебе нужна будет шаль. Чтоб тебя разболтать. Кметторговец. В чем дело? Что-то хотели? А, тут у тебя только еда. Ладно. Так, в дверь. Да, я могу зайти в дверь. Куда надо туда делись? Тут ничего интересного нет. О, есть второй этаж. Зайдем. Взглянем. Так, сундук. Я не знаю, откуда идет весь этот расизм. Это ты, Мурка? Подойди поближе, я тебя не вижу. Да, я Мурка. Так, хорошо по пути. Нам надо будет туда зайти к садовнику. Дадим ему еды. Что это? Что это? Тли? Смотри, как они красиво растут. Расскажи мне о своей жизни наемника. С удовольствием. Но я очень проголодался. Принеси мне чего-нибудь перекусить, и мы поговорим. Так, ну давай, свинину я тебе дам. Ммм, вкуснота. Удивительно, как можно проголодаться от честного труда. Спасибо тебе, ведьмак. Ты говорил? Ну да. Во время войны я служил наемником в отряде самой сладкой ветреницы. Слыхал, небось, какая я была боевая, какая я была баба? С характером, женщина. Понимаю. Точно, что с характером. Мы кому угодно могли хвост надрать. Я в отряде кондотьеров сладкой ветреницы полмира обошел. Были даже в зерикании. Это далеко. Самое пекло. Жарко, как в печи. И влажно, как в бане. Мы убивали местных, а зерикание убивало нас. У них там мухи есть, которые прямо у тебя в носу ночью яйца откладывают. А потом личинки съедают твой мозг и вылезают через глаза, когда становятся взрослыми мухами. Отвратительно. Многие от этого умерли. А еще болезни, ядовитые пауки и змеи, и еще черт знает что, даже назвать как не знаю. Я видал даже полосатую лошадь. Зебра. Мы восемь месяцев дрались с джунглями, прежде чем отступить. Невозможно победить, когда врага не найти. Это было единственное поражение сладкой ветреницы. Интересная история. Спасибо. Смотри, как они красиво растут. Расскажи мне о своей жизни наемника. С удовольствием. Но я очень проголодался. При не... Так, ну давай еще я тебе дам один окорок. Можно я попрошу несколько... Какого цвета? А... Я, наверное, не буду ничего попросить. Любые. Пожалуйста. Места. И получены желтые розы. Я пока не знаю для чего. Наверное, потом пригодятся как-нибудь... На деле. Но я иду к этому золтану. Черт какой уродец. Так, это игрок, трактирщик. Я уважаю тебя. Прощайте, мне пора. Так, я не собирался с тобой играть. Мне нужен золтан. Я тебе морду разобью. Будешь драться или смотреть? Ну и сильный же он суперсильный. Ничего интересного нет. Блин, ну... Мне ж по карте показывал, что типа золтан здесь. Как дела, Геральт? А в кости здесь кто-нибудь играет? Не хочу хвастать, но я сам... Не оживаешь? Не обиж... Так, ну, блин, я не вижу золтан здесь. Странно. Странно. Хорошо, ладно. Давайте тогда какое-нибудь другое выберем задание. Ну, давайте зайдем в лечебку. Может быть, она уже пришла. Ты тот, о ком говорил Зигфрид? Зигфрид — это тот рыцарь из канализации? Будь я проклят, это ты. Как Атрик стревожил нас уже некоторое время. Я слышал, бой был трудным. Ничего особенного. Молодая особь быстро погибла. Что у тебя за дело? Когда ты вступил в орден? Давненько. Могу даже припомнить вторую войну с Нильфгардом. Мой отец был оружейником, и я тоже. Чем орден занимается в Изиме? Мы помогаем бороться с чумой, поддерживаем порядок и сражаемся с чудовищами, которых в последнее время расплодилось много. Много работы. Мы служим людям, защищая их, и несем в свет вечно пылающие розы. Могу я купить у тебя что-нибудь? Конечно, друзьям с Диффридом мы всегда рады. Если хочешь что-то купить, поговори с моим подмастерьем, а я занимаюсь перековкой оружия и особыми заказами. Так. Перековать меч. Ну, у меня нету ни рун, ничего. У меня нету для этого, так что... Смысла нету. Так, ладно. Мы шли в лечебку. Пойду к воротам замка. У тамошнего торгонца отлично. Так, ну я вот её не вижу вообще нифига. Мы все умрём. Что-то как-то она до работы никак дойти не может. Да, нету её. Ладно, будем выходить. Когда он тут появится-то в Шане непонятно. Так, давайте смотреть ещё по заданию, что у нас есть. Так, это расследование. Золота, наверное, нет. Шане тоже нет. С Винсентом. Ну, давай поговорим с этим Винсентом. Если он, конечно, на месте. А то в прошлый раз его не было. А, о, Золтан! Стой, стой, стой! Ну, чё устанавливались? Ба, кого я вижу? Ведьмак! Золтан, хивай собственной бородатой персоной. Рад тебя видеть. Тебе таки удалось пробраться в город, Геральд. Отлично. В Визиме всегда полно работы для Ведьмака. А ты, Золтан, как ты сюда попал? Мерзкие нелюди всегда найдут способ пробраться в дома людей, нарушить их покой, насыпать песку в жернова на мельницах и в шестерне на фабриках. Хватит язвить. Послушай, Золтан, я хотел кое о чём поговорить с тобой. Говори, что у тебя на уме? О, сколько у тебя тут много. Кто из жителей храмового квартала в Визиме самый богатый? Ты ведь должен это знать. Хм, раньше был Вивальди, а теперь определённо Деклан Лео Варден. Да этот торговец, можно сказать, золотом какает. Чудесное выражение. Спасибо за информацию. Говори, что у тебя на уме? Ты можешь что-нибудь рассказать мне о моём серебряном мече? Откуда мне знать такие вещи? Я всего лишь простой краснолюк. Прекрати. Шаня сказала, что ты разбираешься в оружии, как никто другой. Ладно, посмотрим, что у нас здесь такое. Сердечник должно быть стальной. Лезвие покрыто серебром. Рукоять выполнена так, чтобы держать меч двумя руками. И личная работа, хотя и далека от совершенства. А вот в рунах я ни хрена не понимаю. Спасибо. Нет проблем. Я ищу хорошо оплачиваемую работу. Говорят, на лодочной станции, на болотах чудовища совсем расшалились. Все только и делают, что жалуются. Начиная с леса торговцев и заканчивая мелкими купчишками. Как ты думаешь, они готовы заплатить ведьмаку, чтобы тот избавил их от опасности? И с кем мне стоит поговорить по этому поводу? Обратись к Леву Вардену. Он рыбёшка крупная, скупиться не должен. Ты найдёшь его на пристани. Он следит там за погрузкой и разгрузкой товара. Спасибо, Золтан. Я подумаю над этим. Говори, что у тебя на уме? Ты ничего не слышал о банке Вивальди? Банке Вивальди? Вивальди теперь не имеет к нему отношения. Только имя его в названии и осталось. Почему? У банка теперь новые владельцы. Люди. Это многое объясняет. Да? Ну как у тебя дела? А ты никогда не думал о том, чтобы жениться, Гер? Понимаешь, Золтан, моя профессия вряд ли может способствовать счастливой семейной жизни. Бесплодие, постоянный риск, отсутствие дома. Мало какая женщина согласится на такую жизнь. А вот меня, видишь ли, одолевают сомнения. Продолжай. Не знаю. Мы с ней давно не виделись, и я начинаю уже ревновать. Всем ведь известно, насколько привлекательна краснолюка. Понимаю, Золтан. Предлагаю напиться. А если это не поможет... Ты что, смеешься надо мной? Как я смею? Хорошо. Потому что ничего смешного здесь нет. Есть пара минут. Я хотел поговорить. Что случилось? Предупреждаю сразу. Разговор будет философским. Понятно. Смысл жизни, все такое прочее. Ну что ж, говори. Зло, с которым борются ведьмаки, происходит из действий хаоса, рассчитанных на то, чтобы нарушать порядок. Ибо там, где распространяется зло, порядок установить невозможно. И вместо луча мудрости, искры надежды и костра тепла везде правит тьма. А во тьме нет ничего. Только кровь, кулыки и когти. Как в предместе. Неплохо сказано, ведьмак. Но, как сказала молоденькая Кера королю Вреданку при их первом свидании, недурная штучка. Но есть ли у нее какое-то практическое применение? Суть существования и оправдание существования ведьмаков поколеблены, поскольку борьба добра со злом теперь идет на другом поле боя и ведется совершенно иначе. Зло перестало быть хаотичным, перестало быть слепой и стихийной силой. Сегодня зло действует по праву закона, ибо у него теперь есть права. Оно действует в соответствии с заключенными договорами. Это и называется прогресс, Геральт. Население растет, увеличивается продолжительность жизни, теперь мы можем отгородиться высокими стенами и убивать друг друга тысячами. Прогресс на вроде стада свиней. Дело выгодное. Есть тролльки, есть слонины, есть холодец с хреном. В общем, есть удобство. И нечего нос воротить, потому, мол, что всюду насрано. Насрано там или не насрано, но ведьмаки существуют для того, чтобы убивать чудовищ. Как я могу это делать, если настоящие чудовища, по сравнению с которыми даже дракон выглядит невинным щенком, бродят по миру, скрываясь за идеалами, верой или законом? Послушай, самое большое зло в этом мире, а заодно и самая большая куча дерьма, это относительность морали. Она убила больше народу, чем Чумака Триона, и все драконы вместе взяты. А ведьмаки будут нужны всегда и везде, независимо от того, куда приведет нас наше стадо свиней. Как говорил старик-король Дезмот, глядя в свой наполненный ночной горшок, умом все это не объять. Спасибо, Золтан. Кажется, я тебя понял. Так, задание выполнено по мечу, да? Новый уровень у нас. И все, да? А нет, безопасная пристань. Вивальди. А его невиновности. И все, да? Ну давайте мы все-таки сюда дойдем. Да, вон он, Винсент Мэйс. Но разговаривать мы уже будем с ним в следующей серии. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, и увидимся в следующих прохождениях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok